всех приветствую на своем канале и сегодня у нас очень интересный представитель односолодовых виски тем не менее он у нас сегодня без указания возраста это джура севин вуд напомню у меня в одном из предыдущих обзоров был сравнительный обзор на там на вулин достаточно популярный односолодовый изначальной категории и опять же джура 10 чуть чуть подороже но тем не менее совершенно другая вкусовая палитра и вот немножко сегодня попытаюсь сравнить их между собой и так джура севин вуд это у нас виски без указания возраста севин вуд немножко в первой секунды признаюсь меня ввел в заблуждение потому что ну цифра севин наверное это семь лет но тем не менее нет это выдержка в семи разных типах дубовых бочек и так крепость у нас 42 градуса примерный ценник я нашел в интернете около 6 7 тысяч рублей 7 разных типов бочек тоже признаюсь немножко может ввести в заблуждение потому что ну ты просто там представляешь его нифига это наверняка будет супер насыщенный очень разнообразной виски потому что там бочки из-под борбона наверняка может херес может еще вино там какой-нибудь каберне савиньон может там из-под пива из поделя какого-нибудь добавят но тем не менее здесь все гораздо проще основная выдержка у нас производится в бочках американского белого дуба из-под борбона и потом уже эти спирты разделяются на шесть частей и отправляются в остальные шесть разных типов французского дуба и они все указаны у нас вот здесь на этикетке там лимузен альен и все остальные перечислю в текстовом виде потому что сломаю язык сейчас об этот французский бокал у нас стоит уже около 10 минут наверно дышит я думаю он уже достиг максимального своего качества оптимальная закусочка на мой взгляд под виски это курага чернослив все такие жирные сочные яблочко ну конечно желательно порезать груша возможно ну и конечно орехи там кешью миндаль их я сегодня не добавил сюда но да ладно никакой водички никакого льда никакой там сока и тем более кока-колы сюда не нужно это такой достаточно самостоятельный продукт хороший односолодовый шотландский скотч который не нуждается ни в каких дополнениях не тем более в разбавлениях я думаю давайте без всяких лишних слов приступим к дегустации я пока пару слов буквально про саму вискокурню айла оф джура она располагается как уже говорил в предыдущем обзоре на отдельном острове который как раз недалеко от самой шотландии и недалеко от той же айла которая там йодистые вот эти все бинты и водоросли очень такие жесткие виски вот этот по характеру своему и не тот и не тот он где-то посередине то здесь и немножко дымка но все-таки никакого там йода бинтов водоросли здесь нет дымка максимально вот чуть-чуть чуть-чуть совсем для налета и основная тема это вот такая фруктово-медовая сама вискокурня айла оф джура сейчас в данный момент принадлежит компании white and mckey у которой там в распоряжении по моему еще 7 вина вискокурин ну и кстати вот этот 7 вуд в 2020 на международном конкурсе виски выиграл золотую медаль сейчас прикреплю скриншот но вот теперь давайте наверное без лишних разглагольствований приступим к дегустации в аромате никакого дыма вот не знаю не могу сказать насчет торфяной нотки для меня знаете вот торф я вот чувствую здесь какая-то знаете немножко затхлость немножко кислинка вот такой пожухлой подвявший травы для меня это торфяные оттенки тем не менее вот в интернете все достаточно по-разному расписывают нотки торфа я смотрел он там вообще в сухом виде абсолютно ничем не пахнет поэтому ну что-то такое торфяное наверняка чувствуется но я практически уверен что это не оно в основном это вот такие какие-то свежие немножко с кислинкой немножко зеленая свежескошенная трава вот то есть такие сочные немножко кисленькие фруктовые оттенки и теперь давайте пробовать вот в плане дегустации знаете чем дальше тем ну не знаю у многих проще у меня наоборот сложнее просто в последнее время я люблю все упрощать и для меня вот первый глоток самый показательный ты сразу отделяешь там некачественный виски там какой-нибудь бленд от хорошего бленда либо совсем уже там хороший качественный скотч шотландский односолодовый и так далее ирландский может быть вот этот могу сказать да сразу по первому глотку ты чувствуешь хороший солодовый виски разнообразный вкус но вот потом уже какие-то нотки тебе все-таки приходится выискивать основная знаете вот наверняка сейчас у многих заиграет ностальгия у бабушки в деревне там может у кого мама делала абрикосовая вот как раз вот это вот тематика абрикосовое варенье вот прям достаешь его из банки вот этот все навар вот этот варенье сиропность такая засахаренность стекает это вот как раз она и реально было очень интересно услышать здесь эту нотку потому что ну такая немножко нотка детства и кстати для виски ну на мой взгляд достаточно необычная то есть абрикоса может персик до сюда добавить опять же в составе варенья плюс-минус то же самое абсолютно свежая нотка не хватает немножко маслянистости жирности которая мне понравилась в там на вулине но тем не менее никакой дымности я вот кстати в интернете вычитал что немножко дымка здесь есть абсолютно я ее здесь не чувствую вот жура 10 я пробовал там да там чувствуется прям дымок хоть и небольшой налет его но тем не менее он там был и отчетливо чувствовался здесь же перекос именно во фруктовую такую свежую мякоть косточка тематику и ну с налетом небольшое такое вы знаете трава свежесть вот это вот все вот что дальше описать ты уже пытаешься тут максимально внедриться максимально что-то попытаться покопаться но тем не менее вторая волна у нас идет уже какие-то орехи может быть даже немножко кофейный такая горечь чувствуется и мне ну не знаю как это описать чувствуется такая овощная немножко тематика то есть какой-то немножко терпкость немножко горечи в перемешку со слащавостью но вот реально такой налет на послевкусие немножко немножко есть то есть какая-то горечь степкостью она присутствует все-таки виски не сильно маслянистый как я уже и сказал это присущи там 12 и 15 лет ком то есть по ощущениям по в плане мягкости в плане качества это примерно вот восьмерочка десяточка в плане выдержки но могу ошибаться конечно потому что нигде информации нет это нас релиз в плане послевкусия не могу сказать что она долго и достаточно короткая и в основном то ощущаешь реально вот такую перемешку фруктовых каких-то ягодных тонов с небольшой горечью даже я бы сказал может немножко черная перчинка пробивается то есть ну давайте так это будет абрикос на послевкусие абрикосовая косточка и немножко вот ореховая такая немножко даже овощная тоже тематика на языке остается опять же давайте еще раз вот первая волна это отчетливо абрикосовое варенье ощущается в джеме там я не знаю варенье засахаренный сироп вот такой персики возможно кстати сюда еще можно добавить немножко цитрусовых тонов это апельсины туда же прям в это же варенье и вторая нотка у нас идут уже сухофрукты какие-то ореховые тона немножко вот овощная какая-то горечь есть ну понятное дело дубовые бочки из-под барбона это ванильность это вот это вот мягкость округлость медовость все это здесь естественно есть она присутствует но основная тематика этого такая цветочная более жирный оттенок это вот абрикосы в сиропе потом уже идут орехи вдогоночку и там какие-то вот овощные такие немножко даже терпкие немножко горечь возможно даже черный перец абсолютно не значит что обвиски без указания возраста чем-то хуже может быть чем те же 10 там 12 и даже 15 летние виски тут может намешано быть гораздо больше всяких ингредиентов то есть разные комбинации выдержки разных бочек и херес и так далее но как я уже и сказал здесь просто всем разных видов дуба что ж наверное закончим тем что я долью себе еще небольшой драмчик этого отличного виски и пойду слушать хорошую музыку чего и вам рекомендую потому что вот такие виски но реально достойны того чтобы вот пойти за вот этот замечательный стол послушать какую-нибудь здоровскую музыку свою любимую или пересмотреть старенькое кино какой-нибудь хорошая этим я наверное сейчас и займусь обязательно напишите комментарии может кто дополнит может кто пробовал виски джура те которые я обозревал может кто дополнит по вкусовым каким-то ноткам и сравнениям я думаю так будет гораздо интереснее когда на канале будет какая-то дискуссия и зритель уже будет и мои какие-то вкусовые ощущения слушать ну и ваше почитает поэтому пишите обязательно комментарии заходите на канал там все рассортировано по плейлистам куча интересных обзоров которые вы возможно еще не видели ну и увидимся в следующих обзорах всем пока 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 пока